Библейский портал экзегет.ру представляет 86-й псалом. Наши лекции проходят в Сретенской духовной семинарии, которая располагается в Московском Сретенском монастыре, ну а записывается благодаря порталу экзегет.ру. Как и другие псалмы, данная песня воспевает величие Иерусалима. По 86-му псалму Сион – это духовный центр мира, град Божий, возлюбленное Господом место. В дошедшем до нас тексте значение некоторых фраз неясно. Здесь нет развития какой-то конкретной идеи или указания на исторические обстоятельства появления псалма. Скорее, перед нами набор эмоциональных выражений, прославляющих величие Сиона. Многие считают, что текст данного псалма не имеет порядка или даже был испорчен. Может быть, какие-то фразы были в нем когда-то переставлены местами, и в современной литературе можно встретить попытки реконструкции текста, как он мог выглядеть раньше, путем перестановки каких-то слов и выражений. Ну, а я лично склонялся бы к тому, что эти попытки напрасны, и следует рассматривать псалом в том виде, в котором он до нас дошел. И о том, что все-таки это завершенная композиция, и здесь есть некая печать отдельного автора, мы скажем сейчас чуть-чуть позднее. Структура псалма такова. «Господь избирает Сион, Всевышний укрепляет рожденного на Сионе. Сион – источник радости и веселья». Псалом короткий, всего семь стихов, но в нем в конце двух из стихов, в конце третьего и шестого, повторяется специальный значок «села», который обозначает музыкальную паузу, какой-то проигрыш. И, следовательно, перед нами некий знак того, что этот текст делится на соответствующие тематические отрывки. Следовательно, это не случайный набор каких-то эмоциональных фраз, а это вот такая особая композиция псалма, которая нам в чем-то может показаться непонятной. Отчего лица исходит прямая речь в четвертом и пятых стихах, нам неясно. Может быть, в четвертом стихе приводятся слова Господа, а в пятом стихе слова псалмопевца. А может быть, Бог говорит в двух стихах, в обоих, четвертом и пятом. Эта загадка вызвана тем, что в четвертом стихе речь льется как бы от лица Господа. «Упомяну знающим меня». А в пятом стихе от третьего лица о Сионе будут же говорить. В пятом и шестом стихах Всевышний упоминается в формах третьего лица. Конечно, Бог может о себе говорить в третьем лице, но кажется более разумным предположить, что говорящим здесь является либо псалмопевец, либо священник или пророк. Противопоставление между Египтом и Вавилоном – отсутствие упоминаний о Ассирии. Все это позволяет предположить довольно позднюю дату составления псалма. Ссылка на Эфиопию предполагает период ее господства в Египте. Все это позволяет датировать псалм восьмым-седьмым веком Дрождества Христова. Рассмотрим детальнее его текст. Второй и третий стихи. Псалом восхваляет не храм, а Иерусалим. Основание города на святых горах. Святая гора – это гора Сион. Множественное число священные горы указывает на множественность холмов, на которых располагался и располагается Иерусалим. Бог любит все селения в Израиле, но более всего Он любит город Иерусалим. Врата Сиона – это врата Иерусалима. Образ ворот – это символ открытости города для всех приходящих туда людей и одновременно символ защиты и безопасности. Иерусалим называется градом Божиим, что может одновременно означать, что Бог в нем живет, и поэтому город принадлежит Богу. Об этом говорят люди, повсюду возвещаются о славе города. Четвертый, шестой стихи. Рахав и Вавилон – это две мировые державы на севере и юге от Израиля. Рахав буквально – это морское чудовище, которое было символом Египта. В греческом тексте книги Иова «чудище морское» обозначено термином, которое созвучно с русским словом «кит» – «китос». Использование слова «рахав» в данном псалме напоминает о Египте как о чудовище, которое пожирало Израиль. Упоминание о Вавилоне вместо о Сирии говорит о том, что эта мировая держава уже стала доминировать, стала выходить на первый план на Ближнем Востоке. Псалмопевец навекает, что различные народы уже признали или признают в будущем роль Господа в мировой истории. Если принять во внимание, что за словом «я» может стоять прямая речь от лица Господа, то «знающие меня» – это евреи рассеяния, собравшиеся из разных стран диаспоры. Или, возможно, даже обратившиеся в иудаизм прозрелиты, которые являются представителями других народов. «Знающие меня» – это люди, которые поклоняются, подчиняются, служат Господу и таким образом являются его друзьями. «Сион не теряет своего превосходства, сколь ни было бы велико число присоединившихся новых граждан и коровы ни было бы их культурной особенности. Сион основал сам Всевышний. Кто именно родился там, неясно. По септуагинте «Матерь моя Сион» скажет человек, и человек родился в нем». Пятый стих. «Возможно, текст намекает, что люди, родившиеся в странах диаспоры, приравнены к рожденным в Иерусалиме и поэтому являются полноправными гражданами Сиона. О всех них будут говорить, они родились на Сионе. Таким образом, Сион должен стать матерью бесчисленного количества людей. Господь словно ведет перепись по всем народам, вносит имена тех представителей разных народов, кто родился на Сионе в книгу живых». Свидетель Афанасий Александрийский видел в человеке, родившемся на Сионе, указание на Спасителя, который стал краеугольным камнем церкви. Буквальный перевод седьмого стиха выглядит так. «Певцы, как и танцоры, говорят, все мои источники в тебе». В некоторых еврейских рукописях, правда, вместо слова «певцов» стоит слово «князья». Но это не меняет суть и дело, поскольку упоминаемые здесь певцы и танцоры — это не профессии, а образ действия, поющие и танцующие от радости. Славянский текст, который следует Септуагинте, приводит иное окончание псалма «Всех веселящихся жилища в тебе». Общая идея еврейского и греческого текста одна. Сион — это источник всякого добра, источник всех благословений. Дом Божий является источником изобилия. Оттуда текут потоки сладости, живая вода. В жилище Бога на Сионе все танцуют и радостно поют. «Сион, мы у тебя дома». Псалом посвящен Сиону месту присутствия славы Божьей на земле, поскольку в центре города был храм. В период Ветхого Завета граждане других стран были, как правило, врагами Сиона. Но псалом устремляется в будущие времена, когда представители всех народов земли найдут на Сионе свой духовный дом. В Новом Завете Бог возвещает благую весть через Иисуса Христа. Через Христа Спасителя благая весть достигает края земли. Первые же главы Евангелия от Луки говорят о том, что при императоре Августа вышло повеление сделать перепись по всей земле. Опираясь на данный псалом, апостол Павел противопоставлял современный ему Иерусалим, который, на его взгляд, по-прежнему находится в рабстве, Вышнему Иерусалиму, который свободен. Он – Матерь всем нам. Наше жилище по апостолу язычников на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя. По откровению Иоанна Богослова ворота небесного Иерусалима не будут запираться днем, а ночи там не будет и принесут в него славу и честь народов. Таким образом, 86-й псалом по-новому переосмысливается в Новом Завете. Радость и ликование ожидаются уже не на небе, а на земле. И доступ к воротам Сиона осуществляется не по национальному признаку, а по принципу нравственности. Не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге живых. Откровение Иоанна Богослова. В еврейской традиции современной нет одинакового толкования. Есть несколько линий, даже много линий толкования псалтыри и линии литургического употребления. В современной науке, конечно, используется межконфессиональный подход, межрелигиозный, я бы так сказал бы. Но оценка того или иного толкователя строится не по принципу того, насколько он оригинален или насколько он в духе любимой им религиозной традиции. А современные исследователи, которые используют и христианские, и иудейские, и иные толкования, они подходят по принципу близости выводов к тексту оригинала и второе по принципу логичности и соответствия историческим реалиям. По большому счету, у нас всегда три уровня, ну, как минимум, три уровня тех мыслей, которые мы сами в себе производим, толкует или иной псалом. Первое – это, собственно, сам текст. То есть, как этот текст, он, ну, читается мною. И в этом случае любые толкования подходят, которые проясняют смысл исходного текста. Тут любой толкователь подойдет. Главное, чтобы его методология соответствовала научной методологии, чтобы он прояснял смысл исходного текста. Например, толкования Раши, Ибн-Эздры, Радак, вот три этих, наверное, самых известных иудейских толкователей Средневековья, они вот повсеместно используются, потому что, в основном, они подходили к тексту как филологи и показывали те значения слов, которые были в их время и о которых они знают из предшествующих традиций до нас уже не дошедших. Но второй уровень это нашего понимания, как этот текст вписывается в историческую эпоху. Здесь как иудейские, так и, к сожалению, христианские толкователи меньше помогают. Здесь больше работает принцип археологии и современной науки в области междисциплинарных исследований. Например, у сводителя Афанасия Великого и, по-моему, у блаженного Федорита Кирского Рахав понимается как отдельная страна. Но в исходном тексте стоит именно не Раав, которая может нами быть перепутаться с Раав, блудницей ерехонской, а стоит именно Рахав. Просто это хет, прошу прощения, хей, она не считается. Это как придыхание. То есть это буквально Раав, Рахав. Вот это Раав, Рахав. Итак, в исходном тексте Рахав. Современные междисциплинарные исследования, они говорят об очень четком сопоставлении Египта с этим китом. И, более того, даже датируют очень точно период владычества Эфиопии над Египтом. И отсюда смысл Псалма сразу становится на свои места. Мы сразу понимаем, что с одной стороны период доминирования Эфиопии, что с другой стороны восхождение Вавилона это совпадающие, так сказать, два исторических периода, которые вместе сходятся к тексту Псалма. А Сирии нет, Египет ушел на второй план, появляются два других игрока на международном политическом поле, и это очень хорошо отражается в самом стиле Псалма. Ну и так далее. Итак, на уровне понимания текста в его историческом контексте применяются другие методики и другие типы исследований. А вот есть третий уровень, который порой для слушателей подобных аудиториков здесь наиболее важен. Это ответ на вопрос «А что мне теперь с этим делать? Зачем я все это изучаю?» Если речь идет о молитвенной практике, если я должна ли читать этот Псалтырь вечером у себя дома, в храме и так далее, по усопшему или о здравии какого-то человека, то как мне понимать этот текст? Что он для меня лично значит? Для тех людей, за кого я молюсь? Вот этот третий смысловой уровень, на него уже для нас, для христиан, очень мало роли играет, порой бывают два предыдущих, или вернее, они дают почву, основу, мы не должны оторваться от этой основы, но иногда в них нет продолжения. Ну допустим в секулярных исследованиях, в тех, которые отрываются от какой-либо религиозной традиции, да, они могут четко вам ответить на вопрос, в какой исторический период был написан этот текст, сколько там армиизмов, были там влияния Угарита или нет, и вообще что значат эти слова, вот вы для себя это прояснили. И что дальше? Как это ведет меня ко спасению? Все, на этот вопрос ответа там нет. В иудейской традиции вам дадут ответ, чтобы вы спаслись, вам надо стать еврейкой. Какой путь, вы знаете, есть очень немного разных вариантов стать гражданином Израиля, но вот он узкий такой путь. С христианской точки зрения другой путь намечается, но в любом случае мы стараемся двигаться дальше. Нам нужен Новый Завет, потому важен и призма толкования через Новый Завет. Мы хотим пропустить эту псалтырь через Новый Завет, чтобы увидеть, а как, во-первых, эти псалмы исполнились в личности Иисуса Христа, если они пророчества, то они исполнились как пророчества. А второе, как теперь в людях Нового Завета они должны исполняться, что они для меня лично значат. Вот через апостола Павла, через Иоанна Богослова, свидетелей, очевидцев жизни Господа Спасителя, я понимаю, что значит для меня спасение. И тогда псалом приобретает новую жизнь. Он для меня становится не археологическим текстом, а самой жизнью. Потому что этот текст путеводит меня ко спасению. И Петром дорога-то простая. Живы праведно, будь с Господом, посещай храм, и все у тебя будет хорошо. Были бы силы только это делать. Дорога очень простая. Вот так. Поэтому в отношении использования текста иудейской традиции нельзя сказать, что они внутри своей традиции уже поставили точку. Там много современных толкований. Современных толкований, которые уходят далеко от текста. Например, в какой-нибудь каббалистической традиции вы там встретите такую магию чисел, что вся астрология отдыхает. Вот так. Так что насколько применимо к нам? Вообще никак не применимо. Для караимов это был вообще нонсенс, подобная мистика, которая потом выродилась каббализм. Подобным подходом оправдывается механическое чтение псалтыри и молитв как таковых. Мол, читай, это самое главное, выполняй правила. А понимаешь, не понимаешь, это тоже второй вопрос. Очень соблазнительный такой подход, потому что им, повторюсь, оправдывается отсутствие желания копать вглубь, оправдывается отсутствие как бы это сказать, ну, примитивный подход к религии, деревенский. Подход, который может быть хорошо применим для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями или с ограниченными интеллектуальным желанием. А, конечно, заставить выучить древнееврейский язык человека, который проработал 50 лет на стройке многоэтажки, очень трудно, почти невозможно. Для него одно вдохновение вечерком после тяжелого трудового дня это телек, ну, может быть, еще бутылочка пива. И если он приступил к механическому чтению псалтыри, даже если он половину текста не понимает, это уже великое благо, по крайней мере, не пьет и не прожигает время у зомбоящика. Но для человека, которому исполнилось 20, и у которого вся жизнь впереди, который обладает любознательностью и пытливым умом, конечно, будет больший прогресс, если он выучит хотя бы древнегреческий язык. В нашей литургической традиции древнегреческий язык имеет большее значение, потому что это язык богослужения. Если такой любознательный человек присмотрится к тому, как толковали тексты древние святые отцы, не современные деревенские батюшки, пусть и убеленные длинной бородой, а древние святые отцы, такие, как Василий Великий, то он увидит, что они как раз пытались разобраться, Блаженный Августин, Иоанн Златоуст. Посмотрите на толкование псалтыри в творениях Иоанна Златоуста. Хотя, к сожалению, там не все псалмы дошли до нас, но начиная где-то со 107 или 108 уже практически все псалмы мы имеем в русском переводе. Он сравнивает древние переводы. Он не просто дает нам интерпретацию того или иного греческого слова. Он сравнивает традиции переводов, пусть даже в самом сжатом упрощенном виде, а уж ориген совершенно другая высота. Итак, правильный подход копать вглубь. Потому что, хотя, конечно, бесы трепещут от того, когда мы их Словом Божьим прогоняем, но мы прогоняем их не механическим прочтением, не заклятиями в виде того, что мы себя обклеиваем разными цитатами из псалтыри, вырезали кусочек псалма, наклеили на дом, все, теперь бесы порог дома не пройдут, потому что там слова псалма Давида. А чтобы осветить еду, надо на кухне там над тарелкой что-нибудь наклеить. А есть еще такие святые чашки в некоторых лавках продаются. Там тоже цитаты из Библии, все, всякая жидкость, которую туда наливаешь, там бесы убегают от чашки, на которой соответствующие надписи из псалмова Давида. А есть еще такие пояса, вот эта мощь, это просто number one, пояса с 90-м псалмом. Обвязался этим псалмом, ну все, всякая блудная страсть меня забыла, дорога ко мне, ну я же такой пояс ношу. Но возникает проблема, что бесы тоже читают псалмы, но почему-то они атакуют, через порог дома перепрыгивают, в чашку залазят, и даже пояс верности не спасают. Все равно атакуют, значит какая-то есть мысленная брань, которая является чем-то большим, чем механическое исполнение псалмов. Мы вот с вами осуждаем, упрекаем, поносим даже иногда бывает людей другой традиции, которые вырезали несколько сток из пяти книжек, да, и намотали себе в коробочке на руку и на лоб. Такая коробочка есть особая, там сделаны специальным образом кусочки из Тары, и потом машут головой, и мы говорим, вот смотрите, фарисеи, надо читать Библию, а не трясти головой с надписью. Но сами мы выполняем то же самое порой, когда не хотим изучать значение текста псалмов, но то же самое. Ну как, я не представляю для себя, как можно читать текст молитвы, не понимая, что она значит. Это означает, что ты не понимаешь, о чем ты просишь. Но ведь молитва это живое слово. Это живое слово. Когда-то молитвы создавали святыми отцами по наитию. Их никто в древности не записывал. Представьте себе как он в третий век, ну второй, третий век. Не было текста служебника для служения литургии. Сейчас это нонсенс. Сейчас батюшка владыки повернется не на 45 градусов, а на 30 градусов. Уже прещение будет. Смотри там, поворачивайся так, кланяйся на угол 30 градусов, поворачивайся на угол 45 градусов. А уж если буквы не так произнесешь, все, еретик, анафема тебе. Вот. Потому что напечатан патриохийный служебник. Третий век служебника нет. Вообще текста литургии нет. Приходит епископ, и он, как странствующий пророк, воздевает руки горя, поднимает глаза и начинает по ходу сочинять евхаристическую молитву. Сейчас для нас это нонсенс. А для людей древности это единственная возможная форма молитвы. Потому что форма молитвы должна быть актуальна здесь и сейчас. Она должна быть живой потребностью тех людей, которые собраны в этой общине. Она должна исходить из сердца, а не из книги. Естественно, она должна пониматься теми людьми, которые при этом слушают и вникают в ее текст. Сейчас создаются какие-то совершенно безвкусные акафисты, подобие того, что было неудачно создано в XIX веке. Читаешь, и там просто бред какой-то, набор слов. Вот. Восхваляется святой не за то, что он преодолел какие-то страсти, а за то, что он огородик поливал и морковку там садил. Но, конечно, мы можем подобляться этому подвигу, поливать и садить морковку. Но мы его прославляем за то, что он победил страсти, и сатану он победил не механическим путем, а волевым, путем неких усилий внутренних по очищению своего сердца от страстей. А это более сложный процесс, который подразумевает в том числе интеллектуальную подготовку. Поэтому я, конечно, не критикую этот подход. Этот подход применялся и в монастырях Древнего Египта. А святитель Афанасий об этом свидетельствует. В Древнем Египте требовалось от новоначальных и потом от монахов зазубривания наизусть посолмов. И считалось, что эта практика помогает очистить ум. Каким образом? Когда человек запоминает тексты, когда он их начинает зубрить, то тем самым он как бы отшлифовывает разум. И когда он постоянно механически повторяет, то тем самым та или иная идея начинает, ну так сказать, вживаться к нему там на подкорку. Это действительно работает. Это действительно работает, особенно когда нет других книг, особенно когда в голове какой-то ветер или буря каких-то других помыслов и такая механическая повторяемость прочитывания одних и тех же псалмов, она действительно помогает выбить из головы какую-то дурь и укрепить какую-то важную догматическую идею. Но это скорее можно рассматривать как старт, а не финиш в молительной практике. И поэтому вот, например, в современных кельях на Афоне там что не старец, то устав. Кто-то читает там три кофизмы за вечерний утренний, кто-то одну, кто-то сам сочиняет свои чинопоследования, кто-то составляет списки полезных псалмов на такую-то такую-то потребу, кто-то составляет другие списки. Там что не старец, то другой список. Мы пытаемся зацепиться, мы мыслим с вами мышлением таким юридическим, как правило. Нам нужно дать какой-то раз и навсегда авторизованный текст, ну а-ля каноническое право какое-то. Вот, да, вот есть там Арсений Каппадокийский, составил список рекомендованных псалмов, и мы вот хотим за это зацепиться за последнюю инстанцию. А кроме Арсения у греков там было много. Там Ефрем какой-нибудь катунахский, у него был свой список, Иосиф Сихас свой список, и каждый, он еще мог редактировать в течение жизни. У них нет уставов, у них нет канонов, у них есть старец. Вот он захотел, если это ведет к какой-то духовности, значит, это его правда. Но это другое мышление, это совершенно другой тип мышления. Мы сейчас бьемся в вопросах канонического права, территории. По сути дела, это цивилизационная борьба, что мы мыслим по-разному. У нас другая точка зрения, и каждый прав по-своему. Субтитры создавал DimaTorzok